Давайте теперь подключимся к следующим нашим коллегам, которым не терпится ворваться в наш эфир. В преддверии поры каникул и отпусков в Керчи прошло совещание, посвященное подготовке к летнему сезону. Об итогах поговорим с Дарьей Зиминой, она на прямой связи со студией. Даша, доброе утро. Какие нововведения запланированы и как они отразятся на гостях и жителях полуострова? Доброе утро, Саша и Тоня. Курортный сезон не за горами готовится к нему. В Керчи начинают заблаговременно. За состояние пляжных территорий следят. Круглый год это постоянная и кропотливая работа. О том, какие пляжи будут готовы принять отдыхающих этим летом, нам сегодня расскажет Татьяна Родченко, начальник отдела по развитию туризма администрации Керчи. Татьяна, доброе утро. Доброе утро, Дарья. Доброе утро, Камечане. Ну, все-таки, наверное, стоит начать именно с того, какие пляжи будут работать этим летом в Керчи. Сколько их будет? В этом году планируется к открытию шесть пляжей, в том числе детский, солнечный берег. Он расположен в поселке Героевская. Там же расположен пляж Героевка. Три пляжа расположены на Аршенцевской косе. Это городской пляж номер один, Немфей, Нептун. И в черте города будет открыт один пляж по улице Московская. Это пляж Московский. Как вот эти пляжные территории, места для купания готовят к летнему сезону? Основное требование – это получение паспорта пляжа. Для этого необходимо провести ряд мероприятий по безопасности людей на водных объектах. И, конечно же, это выполнение санитарного законодательства Российской Федерации. В перечень данных мероприятий входит заключение договора на вывоз ТБО, заключение договора с аккредитованной компанией на выдачу экспертного заключения и проведение лабораторных исследований по программе производственного контроля. В Керчи этим занимается ФБУС, Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь. Располагается он на улице Комарова-4. По данным главврача Шерлай Ларисы Владимировны, в этом году пользователи пляжей смогут сдавать все лабораторные анализы в Керчи, кроме радиологических исследований морской воды и грунта. Это в значительной степени оптимизирует сам процесс получения экспертного заключения, которое также необходимо для открытия пляжа. Также необходимо проводить водолазное обследование дна, чтобы спасатели прошли обучение. И финальными разрешительными документами являются получение акта технического освидетельствования пляжа, оно выдается инспекторам Центра ГИМС, и получение санитарно-эпидемиологического заключения, оно выдается межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей, благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь. Далее документы подаются в администрацию, согласовывается паспорт пляжа, и финальная регистрация и подписание самого паспорта происходит в Министерстве курортов и туризма Крыма Республики Крым. И welcome на Керченской пляже. Вот это такой сложный процесс. Когда он должен был быть выполнен уже? То есть когда все документы должны быть получены, и сколько времени остается до открытия купального сезона? Техническая готовность пляжа должна быть обеспечена к 1 мая и к 1 июня, это уже начало курортного сезона, должен быть получен паспорт пляжа. В этом году у нас купальный сезон определен с 1 июня по 15 сентября. Хорошо. А есть ли у нас в городе инвестиционные площадки и как они будут работать? Да, конечно. Постановлениям администрации утверждены 6 инвестиционных площадок в зоне рекреации. Одна находится в поселке Капканы, две в поселке Героевска и три на Ошинцевской косе. Также 4 инвестиционные площадки находятся в зоне развития и благоустройства пляжных территорий, и обостройства набережной. Две из них являются нынешними уголками отдыха по улице Сморжевского и Черепашка. Администрации ведутся поиски инвесторов, желающих взять данные территории в благоустройство. И мы были бы очень рады, если бы кто-то из жителей нашего города заявил желание выступить в данной роли. На совещании, которое проходило недавно в Керчи, говорили также о благоустройстве мест стоянок на пляжах. Вот как будет решаться этот вопрос? В центре города, в Приморском парке, в Мурвокзале, функционирует уже стоянка для туристических автобусов. Она рассчитана на 8 мест. И администрация города сейчас ведется разработка мест дислокации для временных стоянок и парковок для туристических автобусов. Наши пляжи как-то оборудованы для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья? Да, частично пляжи оборудованы. Хорошо. И последний вопрос, Татьяна. Расскажите нам, какое количество туристов вы ожидаете в этом сезоне? Ну, конечно же, большое. Мы очень надеемся, что с открытием железной дороги и открытием южной дистанции у нас поток увеличится. Я хочу в два раза, чтобы он увеличился по сравнению с прошлым годом. Мы всех ждем в Керчи, в нашем городе Герои. Пожалуйста, приезжайте. Мы будем всем очень рады. Татьяна, спасибо большое вам за эту беседу, за информацию. Я напоминаю, сегодня мы говорили о подготовке пляжей к курортному сезону в городе Керчи с Татьяной Родченко, начальником отдела по развитию туризма администрации Керчи. Коллеги, на этом я заканчиваю и передаю вам слово. Спасибо большое, Дарья, за очень интересную беседу. И напоминаем, что на связи была Дарья Зимина, наш коллега из Керчи. Продолжение следует...